ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти По данным Альфа-страхования, самым угоняемым автомобилем в этом году в России стал Хёнде Санта-Фе На втором месте находится Киа Рио, на третьем Митсубиши Аутлендер Также в первую пятерку вошли Киа Спорт, Эйджи и Тойота Камри В целом же, как сообщалось ранее, число угонов в период пандемии сократилось Это объясняется закрытием границ и ужесточением методов контроля ТРАССА 101 Не то Киа, не то Хёнде, не то БМВ Электромобиль с эмблемой одного из этих автомобильных брендов хотят выпускать в Калининграде Серийное производство должно стартовать года через три По словам представителя завода, стоить машины будет минимум полтора миллиона рублей Но, учитывая то, как в последнее время дорожают машины, можно смело прогнозировать начальный ценник в районе двух с половиной миллионов Запас хода у новинки ожидается на уровне двухсот километров Прочие характеристики неизвестны ТРАССА 101 В России запустили продажи нового Chevrolet Trailblazer Кроссовер стоит минимум 2 миллиона рублей Оснащается он трехцилиндровым 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 Трансмиссия в переднеприводной версии вариаторов Полноприводный девятиступенчатый автомат В стандартное оснащение входят шесть подушек безопасности Система экстренного торможения Функция предупреждения о возможном столкновении Камера кругового обзора ТРАССА 101 Норвегия может отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания Уже весной следующего года Спрос на такие машины за последние несколько лет катастрофически упал Сейчас в общем объеме продаж на них приходится менее 10% Самое востребованное авто с ДВС Volkswagen Tiguan Занимает в списке моделей только 38 место Сначала власти Норвегии хотели запретить продажу новых автомобилей Работающих на бензине или дистопливе Но зачем запрещать, если скоро их просто-напросто перестанут покупать? ТРАССА 101 Говорят, профессия водителя скоро станет ненужной Из-за внедрения беспилотного транспорта Великобритания столкнулась с острой нехваткой шоферов В том числе бензовозов Власти собираются действовать решительно Пригласить из-за рубежа 5000 человек, которые умеют крутить баранку И обучить этому ремеслу 3000 местных жителей Дошло даже до того, что на работу просят выйти водителей и пенсионеров Им посулили бешеные деньги На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101